Всем привет! С вами Иной Ньюз и это самые интересные новости прошедшей недели по версии моего канала. Жители Альтеры прощаются с проектом Dragon Nest. 26 февраля сервера игры будут отключены. На официальной странице проекта компания Mail.ru не дала никаких комментариев по поводу закрытия, но нам эти причины хорошо известны. На протяжении долгого времени игра не получала никаких обновлений и сервера находились в полной анархии. На официальном форуме Dragon Nest игроки поделились своими эмоциями от этого события. Кто-то благодарил друг друга за совместно проведенные 5 лет в игре, кто-то жаловался, что вгрохал в игру большие деньги, но в целом на форуме царила атмосфера ностальгии и легкого разочарования. 11 февраля в Москве пройдет прощальная встреча игроков, которая состоится в пабе Guns&Bears, что находится на Новослободской улице. В качестве утешения компания Mail.ru предоставит подарки всем игрокам, пришедшим на мероприятие, а также подарит бонусы при переходе в другие проекты компании. Среди них Skyforge, PerfectWorld, Archeage и Revelation. Удачи! 13 февраля российскую локализацию MMO Blade & Soul ждет крупное обновление Зов глубин. Среди главных нововведений будет новое подземелье, рассчитанное на 6 человек, 2 новых локации, пещеры Жуткого Зова и Древняя обсерватория. PvP карты 6 на 6, новые триграммы, продление веток морфооружия. Помимо этого, в игру добавят ивент в честь Дня Святого Валентина. Люди, которые верят в особую магию этого праздника, сойдутся в бою с теми, кто является ярым противником Дня Валентина. Каждый выберет для себя одну сторону, за которую будет сражаться – алую или белую фракцию. Помимо этого, выполняя ежедневные и еженедельные испытания, вы получите дополнительную награду. В Стиме открылся предзаказ на Final Fantasy XV Windows Edition. Всем покупателям предзаказа достанется модная коллекция одежды на персонажа Ноктиса. PC Port соберет в себе все платные дополнения, а также добавит в игру новые локации, монстров, побочные истории и режим от первого лица. Релиз игры запланирован на 6 марта. Проект «Сферы перерождения» будет закрыт 28 февраля в 12 часов по московскому времени, а все GXP, потраченные игроками за последние три месяца, будут возвращены на счет аккаунта. Напомню, что проект увидел свет в ноябре 2003 года. Игрой занималась студия Никита, а издателем была компания 1С. Но не стоит сильно огорчаться, ведь долгое время проект находился на реновации. И в декабре 2015 года игра вышла в новой обертке и с новым названием «Сфера 3. Зачарованный мир». На данный момент в игре присутствует 9 классов, а также зоны с PvP в открытом мире. В сообществе PlayerUnknown's Battlegrounds Steam появилась запись о создании новой античит-системы. Долгое время команда боролась со сторонним ПО, позволяющим получить игровое преимущество. На данный момент система находится в раннем этапе тестирования, но уже на следующей неделе игроки смогут опробовать ее в действии. В настоящее время новый античит нацелен на блокирование несанкционированных программ, но в дальнейшем его возможности будут расширены. Хочу напомнить, что 26 января PUBG Corporation сообщила о продаже 4 миллионов копий игры для консоли Xbox One. Такого результата удалось добиться всего за полтора месяца. 25 января стартовало открытое бета-тестирование проекта Moonlight Blade в Корее. К сожалению, принять в нем участие могли только коренные жители Южной Кореи и пользователи верифицированных аккаунтов. В связи с этим издатели опубликовали новый кинематографический ролик. Напомню, что ровно год назад на Tencent Games Carnival китайский издатель Tencent рассказывал о планах по морскому контенту, введению лоли персонажей, выходу нового класса, а также запуску англоязычной версии игры. Морской контент, как и лоли, уже добавлены в игру. Новый класс Yehua уже официально анонсирован. Будем надеяться, что после успешного ОБТ в Корее игра двинется в сторону Европы и Запада. Это были новости прошедшей недели. С вами был Иной. Ставим лайки, подписываемся на канал и нажимаем на знак колокольчика, чтобы не пропустить следующий выпуск. Всего вам доброго и отличной недели! Субтитры сделал DimaTorzok